Привет! Вы на канале Green Time. Теперь у нас есть группа ВКонтакте. Ссылочка в описании под видео. О ней мы поподробнее расскажем в конце видео. Друзья, на этой неделе наконец-то нам прислали фонтан, который мы хотим использовать в качестве насоса для небольшого водопада на даче. Стоит сразу отметить, что этот фонтан работает от солнечной энергии и его максимальная производительность 500 литров в час. Где мы его покупали, вы узнаете также в конце этого видео. Сначала мы хотим сравнить два наших фонтанчика, а точнее их упаковки по размеру. Вы видите, что упаковка у нового, более мощного фонтанчика в 6 раз больше, чем у старого. Итак, приступим к распаковке нашей посылки. Что же входит в комплект? Насос с проводом, солнечная батарея, два силиконовых крепежа для насоса, круглая плавающая панель для насоса и комплект насадок. Из них 8 распыляющих. А также небольшая инструкция. Полина, опять ты не то распаковываешь? Наверное, вы уже сразу заметили большую разницу между солнечными батареями от нового и старого фонтанчиков. Мощность солнечной батареи нашего нового фонтанчика 10 Вт. Важная особенность, за счёт которой края солнечной батареи не обобьются, это то, что у неё есть алюминиевый каркас по периметру. Насос нового фонтанчика больше, чем у старого, примерно в 2 раза. Его мощность 5 Вт. Мы очень удивились, когда обнаружили 9-ю разбрызгивающую насадку и 2-ю воронку, отличающуюся от той, что показано в инструкции. Вариантов сборки комбинаций крепления насадок к насосу очень много. Покажу некоторые из них. Нужно также сказать, что разбрызгивающие насадки присоединяются к воронке без каких-либо усилий. Насадку необходимо всего лишь прокрутить немного в сторону. Сборка комбинаций крепления насадка. Плавающая панель предназначена для того, чтобы фонтанчик плавал на поверхности воды Панель сделана из поролона Чтобы вставить трубку, подающую воду к насадке, нужно вынуть из центра панели небольшой кружочек, сделанный также из поролона Насадка прикрепляется после того, как трубка, подающая воду, вставляется в плавающую панель Итак, немного о нашей группе ВКонтакте Ее название, так же как и название нашего канала, связано с природой Группе мы дали такое название Природа, красота в объективе Контент нашей группы – все, что связано с природой То есть фотографии растений, животных, грибов, разные пейзажи и необычные явления Все пользователи ВКонтакте также могут предлагать новости, то есть свои фото, которые мы опубликуем в группе Новые фотографии в группе мы выкладываем почти каждый день Этот замечательный фонтанчик мы заказывали на Джум Стоил он почти 4000 рублей Посылка доставлялась из Китая около двух недель Подписывайтесь на канал Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok